Девушки отдыхают Выброшен с балкона мужем бывшей супруги. Но удастся ли пострадавшему получить деньги за лечение, решит суд. Я смотрю вокруг и понимаю, что этот козел меня завез куда-то вообще за 3-4 лет. А за козлать ответить! Да хорошо, отвечу, пойдем. Студент считает, что таксист похитил его, чтобы продать его печень. Иначе зачем водитель всю ночь катал пассажира, который не собирался никуда ехать? Так вот, меня подкараулил и сбил. Выбил меня золота до корнея. Видите, до корнея. Бригадир наказал недобросовестного работника. А тот в отместку выбил начальнику зубы. Удастся ли мужчине получить компенсацию, узнаем в суде. Истец требует возместить ущерб здоровью, моральный ущерб, а также просит оплатить расходы за нахождение в отдельной больничной палате. Ответчик с иском не согласен. Слушание, дело открыто. Истец Никонов Борис Михайлович. Иск о возмещении вреда здоровью? Да. Слушаю вас. Ваша честь, я хотел бы начать с того, что человек, который здесь представлен в суде, он меня буквально чуть не убил. Он меня сбросил с балкона. С какого этажа? Со второго этажа. То есть то, что я нахожусь здесь перед вами, это колоссальное, конечно, везение. Но чтобы вы просто представляли, что мы имеем дело с преступником. И решением суда за это его действие он получил два года условного заключения. Причем это было квалифицировано по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести. То есть я упал с балкона, чудом остался жив. Это всего лишь средняя тяжесть, как постановил суд. И 80 тысяч рублей – это протезирование передних зубов пяти, которые у меня выбил вот этот товарищ, соответственно, либо во время удара, либо при приземлении второго этажа. Да. Это обошлось мне 80 тысяч рублей. Не надо с балкона кидаться. Дали 60 тысяч рублей за то, что это деньги, которые я потратил в больнице, находясь в палате отдельной, потому что в общей палате было находиться совершенно невозможно. ВИП-клиент. Ваша честь, я развелся с супругой своей. Вы так шутите, да? Комментируете? Перестаньте комментировать. Давайте выслушаем эссас. Я развелся с супругой, но остался жить в квартире, в которой я, собственно, прописан. Это после травмы? Это было до того. Я абсолютно легально в этой квартире проживал, потому что я там прописан, и решением суда предыдущего, как вы видите, в моей жизни сплошные судебные заседания, и я остался, то есть суд постановил, суд разрешил мне там находиться и запретил вот этому товарищу, который все время меня унижал, избивал и так далее, препятствовать мне находиться в этом помещении. Вот, соответственно, я проживал с бывшей супругой, потом она вышла замуж за этого гражданина, у них родился ребенок. И жизнь превращилась в сущий ад, да, то есть до того злосчастного случая, он многократно, то есть меня с лестницы сбрасывал, это постоянное унижение, да, то есть я, я прихожу, уставши с работы, ложусь спать, и тут я какой-то грохот какой-то абсолютно невероятный, вот эта громила выбивает... Ну, переехали бы. ...выбивает у меня, это двухкомнатная квартира, где мы вместе проживаем, там у меня отдельная комната. Ну, переехали бы, зачем жили-то? Я не имею такой возможности, Ваша честь, я пробовал после развода пожить отдельно в квартире... Да бы с мамой жил. ...в квартире мамы, я пробовал, я... Перебивает, ну, человек как бы невоспитанный, и я пробовал пожить с мамой, но это совершенно... Ну и что, после травмы вы опять вернулись в квартиру? В эту комнату? У меня, мне больше некуда идти, Ваша честь. То есть я нахожусь ежедневно под постоянным гнётом, постоянное оскорбление, и более того, угроза жизни, то есть, ну, это уже не просто красивый оборот речи, это буквально, так как он меня один раз бросил с балкона, это ещё, ну, как вы поняли, мне ещё сильно повезло. И случаев было масса, то есть, если даже не говорить о причинении вреда здоровью, то это просто элементарное человеческое унижение, да, когда он берёт, то есть, выбрасывает на лестницу мои туфли, когда мою куртку, мою любимую куртку, за которую я отдал кровные 12 тысяч рублей, это большие для меня деньги, то есть, чтобы вы понимали, вот этот гражданин, он живёт в Москве, и он не работает. А я вот, знаете, чего на самом деле не понимаю? Как можно продолжать жить с семьёй бывшей жены? Если бы у меня была бы другая возможность, я копил деньги, ваше честь, чтобы съехать и пожить на съёмной квартире. Ну и как долго вы собираетесь ещё там жить? Но! Пока я не помню. У меня нет средств, я копил деньги, чтобы съехать и жить на съёмной квартире, но я кучу... А если вас опять сбросят? Я кучу денег в данный момент, то те средства, которые я требую мне возместить, здесь 500 тысяч рублей, это моральный ущерб, это ещё самая малость, ваше честь, из того, что я требую, и хоть как-то эти средства помогут мне на первых порах, допустим, переехать, потому что я в долгах. Итак, 500 тысяч компенсация морального вреда. Морального ущерба, да. 80 тысяч возмещение вреда здоровью. Да, это протезирует. И 60 за что? 60 тысяч это когда после множественных переломов, да, то есть у меня до сих пор титановая пластина включится, у меня были выбиты зубы, у меня было тяжелейшее сотрясение мозга, и все заключения у меня здесь... Ну, рассказали, рассказали уже. Да. Я из приговора это вижу. И я... Сначала меня поместили в общую палату, где помимо меня были ещё 7 человек. Ваша честь, абсолютно невозможно. То есть это были какие-то бомжи, от которых... Невозможно что? Было там находиться в этой общей палате с этими людьми. С простыми людьми, вы видите, не канает находиться в одном помещении. Я очень простой человек, я очень простой человек, но я такой весь перебитый, буквально собранный по частицам, чудом живой, то есть с этими людьми, которые всё время орали громко, смеялись, от них воняло. И я подумал, Ваша честь, то есть почему я должен... Я терпел это месяц. Зажрала что-то. Почему я должен вот это продолжать всё, эту череду унижений терпеть, когда вот этот вот гражданин... И что вы сделали? Мы говорим сейчас о 60 тысячах рублей. Да, я попросил перевезти меня в отдельную палату, которая стоит 2 тысячи рублей в сутки. И за месяц мне набежали. И месяц пролежали 60 тысяч рублей. Ничего себе, жить всю жизнь в коммунальной квартире можно, а в больнице месячишко среди людей нельзя. Уже терпение, настал какой-то конец, почему я должен столько терпеть? Не могли больше терпеть. Давайте мне документы ваши, подтверждающие вред здоровью и прочее. Обоснуйте мне сейчас 500 тысяч рублей вашего страдания нравственного и физического. 500 тысяч рублей. Должны доказать, что вы настрадали. Это масса случаев. Вот если вы понимаете, когда, например... Значит, по очереди. Да, я прихожу домой уставший, он выбивает дверь. Он выбил дверь в комнате, в которой он вообще в квартире не прописан. Потому что убить, наверное, меня хотел. Это опасный абсолютно человек. То есть, когда берет куртку, с которой я должен утром пойти на работу... Когда выбита дверь, это вред материальный. А мы говорим о компенсации морального вреда. Это оскорбление. Вы должны... Это оскорбление. Вы должны сказать, что вы настрадались нравственно и физически на 500 тысяч рублей. Когда он вынес мою куртку в подъезд и положил ее котятам, да? Я уже не говорю о том, сколько стоит эта куртка. Я должен был... Это же унижение. Я взрослый человек, вы понимаете? Я эту куртку, я ее оттряхнул, как-то промыл и утром с ней пошел на работу. Он разбил мои очки, которых я смотрел телевизор. Это единственная правда в моей жизни. Может, потому что ты их на диван положил, а? Я готовлю, допустим, ужин. Я смотрю... Истец, какое у вас образование? Выше. Да никакое. Вам задают вопросы, которые... Вы находитесь в суде. Я слушаю ваши доказательства. И вместо доказательств вы мне рассказываете про то, что в куртку написали, извините, коты. Причем здесь это? Он меня постоянно унижает. Мы говорим сейчас о ваших моральных страданиях, а не о страданиях куртки. Я вынужден терпеть этого человека, его ежедневные оскорбления, если это не считается моральным ущербом. Я вас понял. Обратитесь за юридической помощью тогда, если вы не понимаете. Ответчик, вам слово. Ваша честь, я с иском категорически не согласен с иском. Вот, сейчас я вам расскажу. Вот знаете, вот это вот свия на прошлом судебном заседании. Еще одно оскорбление. И так каждый день. И вы будете острофованы. Извините, там у меня просто слов нет уже, как с ним разговаривать-то. Найдите цивильные слова. В общем, на прошлом судебном заседании он ухитрился, знаете, что сделать? Он с прокурором поругался. Ему прокурор, знаете, что говорит? Он говорит, вы что? Я же, говорит, вашу точку зрения защищаю. У него даже ума на это не хватило. Высшее у него образование. Ладно, извините, давайте вернемся. Относится к иску. Да, вернемся к нашим, как говорится, баранам. Ему, да, и условно, конечно, я был не согласен. Ваша честь, это опасен человек. Что вообще касается то, что ботинок, да? Я его вытянул, там ботинки якобы. Вы знаете, в чем дело? Он сначала по собачьему говну потопчется, а потом домой заходит, разувается, идет себе в комнату и спит там. А мы с женой, с ребенком нюхаем все это. Вы, конечно, думаете, что это дело умышленно? Да заткнись ты уже. И там он все это делал. Заткнись ты, Слово, давай уже. Я все это терпел изо дня в день, Ваша честь. В общем, слушайте дальше. Он говорит то, что я его куртку выкинул, котя, это, кошки, да? Ваша честь. Я выкинул не кошки, а вместе с кошкой и семью котятами, которые по дому у меня бегают и гадят, я прошу прощения, везде. А у меня у ребенка аллергия на кошек. У меня других вариантов не было. Я не на улицу выкинул. Итак, вы не можете жить вместе. Если вы не можете жить вместе, нужно найти, в себе силы договориться о том, и как разъехаться. А не выбрасывать своего оппонента с балкона, со второго этажа. Не получать потом приговор. Но самое главное, мы собрались здесь по иску вашего соседа о возмещении 80 тысяч рублей вреда здоровью, 60 тысяч рублей за то, что снял себе отдельную палату в больнице, и 500 тысяч рублей морального вреда. Вы должны мне сейчас обосновать, согласны или не согласны. И обосновать тогда должны, если не согласны. Ваша честь, вы просто не имеете представления, что это за человек. Дайте мне, пожалуйста, две минуты, я вам расскажу. Не дам. Мне неинтересно. Вы знаете, что он сделал? Вот эти очки. Он их на диване специально оставил. И, конечно, где мне сидеть, как не на диване? Я пришел на диван, сел, дам очки. Он даже не работает. Вы знаете, в чем дело? Он в этих очках телевизор свой смотрит. Дом 2 гребаный, нет, чтобы в футбол, как мужик посмотреть. Буза увидит, матерится на всю комнату. А у меня ребенок матерится. Вы мне лучше расскажите, как вы его и за что с балкона выбросили. Значит, выхожу я на балкон. Вот, что касается белья. У меня супруга вообще чистюля. Она, значит, белье белое. Балкон на кухне, да? Нет, это из гостиной выход на балкон. Выхожу я на балкон. А у вас что, гостиная общая? Так называем. Нет, у меня отдельная комната. Соответственно, одна гостиная, которая их же спальня. И оттуда же выход на балкон, да. Понятно. И я, проходя через них каждый день, вы понимаете, тоже как бы не очень приятно. В общем, у меня супруга белье постоянно беленькое развесит, уберет, веревочки протрет. Но белье белое, это же зараза, свою робу грязную, мазутную. Мало того, что вообще в ванной постирает, потом развешивает, убирает грязище, ванище, неимоверно. А где мне еще, наверное, роба делает, да? Ну, я думаю, что да. Я думаю, что вот он говорит то, что мы ему спать не дает. Брехня полная. Вы знаете, как было дело? Мы, значит, с супругой спим. Я не могу понять, что это он каждый ночь все громче и громче храпит. Вот громче и громче храпит. Вы знаете, что это собаку учудило? Он же скачал с интернета звуки храпа. И включал их по ночам. Это же ересь. Как вы можете в это поверить? Там в середине, там в середине вот этой композиции музыкальной, реклама казино заиграла. Я не выдержал. Я дверь выбил, в комнату захожу. Спит. С берушами спит. Фантазер. Мало того, что уголовник, но фантазер. Ваша честь, я и тогда и сдержался. С балкона-то зачем выбросили? Объясните. Сейчас дойдем на балкон. За то, что я чистил ботинки там. Значит, выхожу я на балкон. Там висит постиранное детское белье. Ну, там ежу понятно, что оно чистое. А кто ж грязное-то повесит? Он взял, значит, вот эту варежку детскую и ботинки себе подтирает. Я интеллигентный человек детской варежкой. Ваша честь, я себя в тот момент уже не контролировал. Как дайл ему, только тапочки сверкнули. Я жирально на 10 этаже жил. Я перепугался. Подхожу. Все, переехали же мы. Лежит кверху ногами. Ну, я как это, ну, думал нормальный мужик. Как бы, ну, скорую ему там вызвал. Я чудом живой. О чем ты вообще говоришь? Как давать мусора, мусора. Ваша честь, а что я должен был делать? Извините, вообще, с милицией. Он меня чуть не убил. Я не должен был вызывать милицию. Короче, ничего. Ответчик вызвал полицию и скорую помощь. Да, я... Это из приговора следует. Он вызвал, да. Но после того, как... Правильно. Да, после того, как понял, что уже безвыходная ситуация. Оказал помощь. Сначала учинил самосуд. Потом помощь оказал. Все как обычно. То есть мне надо еще поблагодарить его за то, что он такой благородный и... Достаточно. В общем, ваша честь, с иском я категорически не согласен. Выплачивать ничего не буду тебе. Понял? Во. Но это же... Это суд решит, будете выплачивать или не будете. Мне с этим потом же жить еще. Я надеюсь. Доживать. Все? Я чудом живой. Других доказательств нет? А у него доказательств вообще нет. Может быть, у вас свидетели есть, которые подтвердят, что вы страдали? Ваша честь, эти страдания, во-первых, это уже не первый суд. И всем давно известно, что этот человек уголовник. Вы понимаете? Я на балконе... Гусь лапчатый, кого вы слушаете? Я на балконе, я на балконе просто чисто... Вы посмотрите, на кого он похож? Никакой не гусь, а человек. Если будете продолжать оскорблять, оштрафуй. На 500 рублей. Уже сказал вам об этом. Ну, как верблюд, ей-богу. То есть я набрался, вы понимаете, я набрался храбрости, когда он... Когда я вышел на балкон, и он... А я набрался терпения слушать вас. И я ему сказал, что ты делаешь. Удаляюсь для принятия решения. Далее в программе. Я смотрю вокруг и понимаю, что этот козел меня завез куда-то вообще за 3-4 часа. А вы доказали ответить мне! Да хорошо, отвечу, пойдем. Друзья забыли в такси не бумажник, не дорожную сумку и не чемодан. Их потеря дороже. Какую находку обнаружил таксист и что привело его в суд? Так он меня подкараулил и избил. Вот так подкараулил. Женщина получила компромат на нового любовника. И сразу же прекратила с ним связь. Брошенный мужчина вычислил кляузника и вызвал его на дуэль. Суд обязательно встанет на мою сторону. Потому что ты не имеешь права, ты вообще чудом находишься. Не подходи ко мне! Уйди от меня! Он опасный человек. Остановите его. Себя остановить. Перестань. Ты, во-первых, себя же зарываешь тем, как ты себя ведешь. Эти 500 тысяч, как ты будешь мне их возвращать? Где ты будешь потом эти деньги брать? Ты не работаешь, ты живешь на шее моей бывшей супруги. Хотели подраться? Да нет, так. С ним драться я не буду, как бы, но... Оглашается решение суда. Прошу садиться. Итак, три требования. 500 тысяч рублей компенсация морального вреда. Не доказали, что вы нравственно страдали или физически ни на сумму 500 тысяч, ни на какую-либо другую. Второе требование. Батья собачья смерть. А 60 штрафую вас на 2 тысячи рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Второе требование. 60 тысяч рублей отдельная палата. Никто не заставлял вас перемещаться в отдельную палату. Медицинская помощь не улучшилась от того, что вы переехали в комфортабельные условия. Более того, это сделали вы для того, чтобы получить больше комфорта для себя. И никаким образом это не изменило ваше состояние здоровья. Не улучшило и не ухудшило. Поэтому оснований для удовлетворения этих требований также не имеется. Ну и, наконец, третье требование. Возмещение вреда здоровью. Здесь закон не позволяет суду принимать решение об уменьшении суммы на возмещение вреда. В этой части иск ваш удовлетворен. С вас взыскивается 80 тысяч рублей в качестве возмещения вреда здоровью. Не сбрасывайте больше с балкона никого. Слушаю, и дело окончено. Прошу всех встать. 80 тысяч, которые мне вернет ответчик, пойдут на то, чтобы компенсировать хотя бы часть долгов, которые я был вынужден влипнуть. Ну, а дальше мне остается надеяться лишь на то, что этот уголовник повторно не выбросит меня с балкона. Суд присудил 80 тысяч. Ну, а что, я официально безработный. У меня маленький ребенок. Выплачу потом, лет через 20. Истец требует заплатить за оказанную услугу. Ответчик против иска возражает, потому что он об услуге не просил. Рассматривается дело по иску Рапова Евгения Ильича. Точно так. К Стрелкову Денису Викторовичу. О взыскании 8700 рублей. Так точно. В чем дело? Значит, такая история. Я работаю в такси. Причем уже 30 лет работаю. Значит, я работал в тот день в ночную смену. В ночную. Вот. Села под выпущенной компанией студентов. Ну, Духан такой в машине стал, что невозможно. Они доехали и вышли все. А я поехал дальше. Понимаете? Выяснилось, что у меня остался ответчик. Как понять, выяснилось? Это выяснилось гораздо позже. Вот последний уже заказ пришел. И вдруг, значит, выясняется, что он спал сзади. Ну, как он мог спать сзади? Каким образом это выясняется? Ночью были в основном одиночные пассажиры. Они сидели на передние сиденья. А уже под утро, под утро, супругская пара. Ну, муж, видимо, сел вперед. А жена пошла назад. И вдруг как заверещит. Ага, так она меня там чуть не раздавила, конечно. Что мне еще уставало сделать? Я же подпрыгнул и чуть руль не откусил, понимаете? Все говорит, у вас там собаки. А потом говорит, труп. Я посмотрел. Да нет, живой человек валяется. Вытащили его на асфальт. Он отдышался, отохал, встал. И я начал ему определять претензии. Естественно. Выплатить за всю поездку. Всю ночь он катался со мной. Абсолютно всю ночь. Это составляет 8700 рублей. Ах, вот оно в чем дело. Каким образом? Он начал говорить, что он заснул. Ваша честь, я курю в машине, когда без клиентов. У меня окна открыли. Напрасно вы курите в машине. Мы по таким колдобинам ехали, что там мертвый может встать. И вдруг выясняется, что он спал. Но он не спал, он просто сидел сзади и катался. Сколько у вас было пассажиров после этой компании студенческой? Ну, человек 6, наверное. Человек 6? 6-7. Они тоже ездили бесплатно? Нет, почему? Они все оплачивали. Все оплачивали? Да. Значит, вы сейчас фактически хотите с ответчика второй раз взять денежные средства? Просто содрать деньги. Ну, в такси так принято. Если два разных пассажира, они платят по отдельности. Как же по отдельности? Так я не называл место назначения. Куда ты меня ведешь вообще? Да, но по отдельности, но по счетчику... Да, конечно. Ну, да. Но так вот по счетчику... По счетчику те... По счетчику те... Ну, тысяч 5-7. Тысяч 5-7. Да. А с ответчика вы хотите 8700. Ага. Эта ночь была такая. От и до. Напряженная. Да. На 8700. Я там на Мерседесе катал. От и до момента их посадки до момента его высадки. Еще вопросы к вам. А как вы вообще могли не заметить, что целую ночь ездили с человеком? Он же сзади где-то там внизу был. Я же не могу увидеть. Как не могли увидеть? Так. У меня сзади еще... У вас что, лимузин, что ли, 15-метровый? Нет. У меня просто сзади фонарь. Я даже заглянуть не могу. Знаете, знаете, чтобы вот так вот мне... У меня сзади фонарь. То есть я не могу нагнуться вот так посмотреть. Достаточно. Как относитесь к иску? Ваша честь, иск полностью отрицаю. Так как я считаю, что я ничего платить не должен. Почему? Катались на машине-то. А паспорт свой не хочешь взять обратно? Паспорт можете себе оставить, потому что я новый себе сделал. Можете как сувенир оставить. А как у вас этот паспорт появился? А вот когда мы его вытащили, чтобы он мне заплатил, он мне отдал паспорт и сказал, до следующих дней. Не-не-не, все было совсем не так. А прошел месяц. Знаете, как было? Он меня за руку схватил, когда они меня там вышвырнули. За руку схватил, в одной руке держит какую-то корягу железную. И глаза такие, как будто меня сейчас ударят. Монтировка это называется. Я смотрю вокруг и понимаю, что этот козел меня завез куда-то вообще за 3-9 лет. А за козла ты ответишь мне. Да хорошо, отвечу, пойдем. Штрафую вас на 2 тысячи рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Откуда у меня 2 тысячи? Я не знаю, придется найти. Прошу прощения. Простить не могу. Продолжай. Схватил меня за руку, держит в одной руке монтировку. Я понимаю, что он меня завез куда-то непонятно. И, естественно, у меня денег нет, вообще ни гроша в кармане. А домой-то надо как-то добраться. Ну, я у него и занял 55 рублей, чтобы на метро до дома доехать. Он мне говорит, давай что-нибудь в залог. Ну, а мне что, кофту с себя снять отдать ему? Отдать ему порванные штаны, которые я порвал у вас в машине, потому что вы где-то свое взятое отбросили. А вы знаете, что законом запрещено принимать в залог паспорт? Во-во. В законе так написано. То есть вы нарушили и этот закон тоже. Ну, же в 9-10-10, посередине потребителей не соблюдаете. В залог паспорт берете, что запрещено прямо законом. Не видите, что пассажир требует какого-то, может быть, медицинской помощи. Если так долго спит, по ухабам, вы говорите, трясли мальчика бедного, пьяненького. Да вы, он пьян был, как смерть. Так, а вдруг у меня проблемы с сердцем, а? Гипертония у меня, может быть, у меня приступы. Хватит клоунничать. Я не клоунничаю, Ваша честь. Просто этот гражданин тут половину переврал, и я тоже могу сказать, что он меня специально там зажал между сиденьями и повез продавать на органы. Но это же неправда, вы же не будете этого утверждать. Так, он тоже врет. Другие доказательства есть? Я вот единственное, что хотел, Ваша честь, это вернуть долг 55 рублей, который я брал. Вот именно так, как вы мне дали. По 10-50 рублей. Нагреть, смотрите. Прям по копейкам? Прям по копейкам. Может пересчитать. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Так он меня подкараулил и избил. Вот он подкараулил, да. Да, да корнею, извините, да корнею. Бригадир наказал недобросовестного работника. А тот в отместку выбил начальнику зубы. Удастся ли мужчине получить компенсацию, узнаем в суде. Оглашается решение суда. Гражданским кодексом нашей страны предполагается, что при осуществлении гражданских прав вы должны быть и добросовестны, и разумны. К законам о защите прав потребителей предполагается, что вы обязаны оказывать услуги надлежащего качества. Все законы, как я уже раньше сказал, вы нарушили. Действовали недобросовестно, действовали неразумно, да еще требуете 8700 рублей. Повторная плата, несмотря на то, что в суде установлено, и вы сами это сказали, что вы 6 пассажиров провезли одновременно с ответчиком. Повторная плата или двойная плата положениями о перевозке пассажиров не предусмотрена. То есть, по сути, ваш иск неосновательный. Вы не сумели доказать, что ответчик принес вам убытки на 8700 рублей. Поэтому в удовлетворении ваших требований отказано в полном объеме. Окончено слушание дела. Чтобы еще раз я этих алкашей молодых посадил в машину, во-первых, это невозможно ехать в таком пьяном дурмане, а во-вторых, одни убытки. Это беспредел. Я вообще не понял, зачем этот дядя в суд меня повел. И так было понятно, что он просто аферист и хочет содрать с меня деньги. С обычного бедного студента. Но в итоге не один так другой. Истец требует компенсации морального вреда и материального ущерба за операцию по протезированию зубов. Ответчик иск не признает. Утверждает, что и так наказан незаслуженно. Начинаем. Вам слово. Да, Ваша честь. Я хочу возмещения, требую возмещения за выбитые зубы в размере 120 тысяч рублей, а также 200 тысяч за моральный ущерб, который мне был причинен ответчиком. Он мой подчиненный. Я работаю бригадиром в строительной компании. И дело в том, что вот он, как работник, он из себя ничего не представляет. Мы делали ремонт дачи. Ой, да ладно, рассказывать не представляет. Никто еще не жаловался. Клеит обои. На следующий день они отпадают. Вставит батарею. А потому что ты материалы воручишь, поэтому и отпадает. Батарея дает воду. Батарея течет. Аштрафую. Батарея течет, Ваша честь. В итоге заливается паркет. Паркет надо заново менять. Унитаз. Дорогущий унитаз, который всю его зарплату стоит. Взял. Ну а что, надо было выгнать с работы. Пришел с похмелья разбил. Так жалко же. Двое детей у него все-таки. Думаю, может быть, одумается. Нет. Ну что, на третий раз мне что пришлось? Мы, значит, взяли его зарплату из бригады и разделили на всех. Все были довольны. Все были согласны. И все. Так он меня подкараулил и избил. Вот прям подкараулил, да? Да, до корней. Едите, до корней. А что, сдачи-то не дали? У вас еще больно. Почему сдачи не дали? Вот как такому кабану сдачи дашь? Вы посмотрите. Да и они маленькие. Они маленькие. Он всю жизнь только и делал, что, наверное, тренировался эти зубы выбивать. Вы понимаете? Он и схватил меня, и бил меня, и руками, и ногами. И вывел мне все-все. Батят свистеть. Что ты рассказываешь? Документы, подтверждающие, что вы получили повреждение здоровью. Есть? Да, Ваша честь. Вот, пожалуйста. Вот решение суда есть. О, решение суда? Да. Только его осудили. Так это не решение, это приговор суда. Ну, приговор суда, да, Ваша честь. Приговор? Ничего себе. Всего лишь год условно дали. Какое наказание? Ваша честь, я и так, ну, считаю, что вообще несправедливо осужден. Дали год условно. 115-е. Одну секунду. Сказать больше и добавить нечего? Ваша честь, и как я теперь буду? Вы посмотрите, от как от... Да вставите вы зубы, ладно. Да слушай, все нормально с тобой. Документы, подтверждающие вред здоровью. Документы любить не будут. Вы меня слышите? Да. Документы, подтверждающие, что вред здоровью, в приговоре не указано, что зубы выбиты. И не указана сумма, которую вы должны будете потратить на ремонт зубов. Ваша честь, у меня все это есть. Вот, пожалуйста, мне стоматологической клинике дали, все посчитали. Да, приличные деньги там. Вот. 120 тысяч рублей, не 200, 120 тысяч рублей ремонт зубов. Ремонт, да. А компенсация морального. Так, а вот теперь давайте мы с вами поговорим о компенсации морального вреда. Да. Докажите, что вы настрадались на 200 тысяч. Ваша честь, вот я теперь с такими зубами, я молодой мужик, у меня личная жизнь еще не... Я еще не женат, понимаете? И теперь меня девушки любить не будут. Как вот с таким ртом-то? Зато свистеть классно. А самое главное... То есть вы свою привлекательность оцениваете в 200 тысяч рублей? Ваша честь, но это не самая привлекательность, но тем не менее, вот что касается зубов... Так-то на миллион бы себя оценил, да? Слушаю вас. И хватит иронизировать и смеяться. Уже сидите в тюрьме, считай, одной ногой. Ваша честь, на самом деле он рассказывает, что я плохо работаю, именно поэтому вся ситуация такая произошла. Ну, ситуация отнюдь не поэтому произошла. Все из-за женщины. Дело в том, что вот девушка, у которой мы делали ремонт, да, у нас отношения как бы с ней начали налаживаться, а он к ней подкатывал. Отношения у него. Отношения, отношения. Ваша честь, прелюбодеем без стыжа. Это не твое дело, прелюбодеем. У него двое детей есть. Вы женаты? Ну, пока еще да, но это же не опасно. А дети что, и дети есть? И дети есть, но это же не основание, чтобы, ну, у меня личная жизнь тоже может быть, несмотря на это. Здрасте, представляете? У нас люди разводятся и, ну, и отдельно живут. Это, ну, страна такая, люди вот, ну, вот так вот, что это, незаконно, что ли, отношения с девушкой? Я при всей бригаде вызвал его поговорить по-мужски, да, но как бы все честно. Все было честно, его никто там лежачим не бил, ни монтировкой, ничего. Мы на кулаках по-мужски дрались. Так он начал меня кусать. Ну, что мне делать было? Я дал ему... Драки, кусаться? Да, я дал ему пару лещей, ну, потом он начал меня кусать. Картайсом. Начал меня кусать. За ухо? Я защищался и выбил зубы ему, конечно. Ложь, ложь, ваша честь. Зубы выбили? Ну, это не, ну, я не специально это сделал, это во-первых. Зубы выбили? У него были гнилые зубы, он сам подставил эти зубы. Стоматолог, откуда он знает? Третий раз, повторяю, признаете, что выбили зубы? У нас была драка. В драке? Он меня кусал, я его ударил. Это не драка, это избиение было. Какие у вас есть еще дополнительные доказательства, что вы не очень-то и виновны? Ваша честь, я прошу пригласить моего свидетеля, она расскажет, это, собственно, женщина, у которой мы ремонт делаем, Евгения, она расскажет, что у него действительно были гнилые зубы, и он сам подставил эти зубы, чтобы с меня сбить деньги. Я похож на идиота, Ваша честь. Подождите, подождите, как? То есть вы считаете, что драку учинил истец именно для того, чтобы вы ему выбили зубы, и потом он ставил новое? Естественно. Я именно так и считаю. И свидетель это обоснует? Да. Давайте сюда свидетеля-ответчика. Все в шоке. Успокойся. О, паньки. А ты что приперлась-то? А не твое дело. Захотела и приперлась. Здравствуйте, представьтесь. Михалицына Евгения Владимировна. Ваша честь, правильно я считаю, что ответчик навалял истцу. Мало ему кобелина. Что сделал? Навалял. 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 За что навалял? Как за что? И почему мало? Я была его любовницей. Он мне обещал горы золотые жениться на мне, а в итоге что? Он меня просто кинул и начал сожительство именно с хозяйкой коттеджа. Да? Да. Другими словами, Евгения Владимировна, у вас есть мотивы оговорить истца. Потому что истец был вашим любовником и кинул вас, как вы сказали. Нет, ваше честь, я хочу справедливости. Что, нет, не кинул? Он? Он меня, конечно, кинул. Вот, на лицо. Значит, мотив. Так, иди дальше. А вы еще про действие договорили. Я хочу право. Еще про любодейство там говорил, да? Я хочу, чтобы было справедливость. Ну, давайте будем восстанавливать ее. Я из-за истца бросила своего любимого мужчину, понимаете? У него зубов вообще, в принципе, не было изначально. И стоматологов он жутко боится. Еще одна. А что ж ты тогда со мной целовалась? Несколько раз. Да правильно, мы же с тобой съездили куда? К стоматологу. Так он еще, ваша честь, экономный. Решил к дантисту-гастрабайтеру пойти сэкономить денежки. А для чего сэкономить? Чтобы унитаз себе купить, который он, между прочим, расколотил. Да, конечно. Я доведен вашим халубе. Хотел вы купить унитаз? Такие унитазы были. Евгения Владимировна, зубы и у истца были, когда он был вашим любовником? У него зубов не было, ваша честь. И мы пошли к дешевому дантисту-гастрабайтеру на дом сделать зубы. Он решил денежки сэкономить. В итоге, через неделю, что происходит? У него челюсть это отваливается. Он его приклеивает просто на суперклей. Да потому что язык змеиный твой вытащил у меня все эти самые нервы. Перед дракой зубы были? Зубы были. Зубы были. Свои или вставные? Ваша честь, но они вставные, но они стоили у меня сто тысяч тоже. Почему вы не сказали о том, что они были вставные, и что ответчик в драке выбил вам не свои, а вставные зубы? Ваша честь. И почему вы мне сюда представили документы, подтверждающие, что вы имели вред здоровью в результате драки? А как же это называется? Это называется представление подложных документов в суд. Жулик. Нет. Что карается, между прочим, 303 статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Называется это представление заведомо подложных доказательств. Выкусил. Ваша честь, но вы же видите, что я не заплатил за это деньги. Что-то еще хотите сказать? Ответчик, добавите. Ну, я говорю, что это необоснованно. Я уже наказан законом. Он наказан. Год условно. Да на каторгу такого надо и расстрелять вообще. В следующей программе. Вот из-за вас ему дали 5 лет. Я мать, понимаете? Это мой единственный сын. Мать наняла дорогого адвоката, чтобы ее сына не посадили. Но парня осудили. И женщина уверена, что юрист должен вернуть ей выплаченные деньги. Дело в том, что истец сам отборовывал. Как я могу побороть, если я к финансовому мешку никаких отношений. Мужчину уволили за то, что он мешал начальству строить плохие дороги. Сможет ли он добиться восстановления на работе? У него здоровенный корсет. Подходит ко мне и говорит, я хочу встретиться с женой. Я вижу, там его действительно ждет женщина. Но, Ваша честь, я вам скажу, эта женщина, это явно была не жена. Пациент с переломанным позвоночником выздоравливал. Но упал и теперь уже никогда не встанет. Кто виноват? Врач, охранник или тайная посетительница больного? Опять плачете? Он бедный несчастный. Оглашается решение суда. Итак, в силу закона, а именно приюдиции, я не имею права не принять во внимание законное решение суда, вступившее в силу, в том числе приговор суда. Приговором суда установлено, что ответчик виновен в причинении вреда здоровью. В том числе. Однако, руководствуясь законом, а именно Гражданским кодексом Российской Федерации, который запрещает суду не компенсировать расходы на возмещение здоровья, я вынужден принять решение об удовлетворении вашего иска в части. И взыскиваю в силу закона 120 тысяч рублей в качестве возмещения вреда, причиненного вашему здоровью. А 200 тысяч рублей, я считаю, что заявлено вами необоснованно, иск в этой части не основателен, я отказываю вам в удовлетворении требований о компенсации морального вреда. Руководствуясь, подчеркиваю, своим внутренним убеждением. И если бы закон позволил, я бы и 120 тысяч вам не возместил. Решение суда понятно? С вас взыскивается 120 тысяч рублей. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я настрадался, я натерпелся, а мне, ну, хорошо, хоть 120 тысяч дали. Вот, конечно, морально хотелось бы, чтобы возместили, ну, раз уж так, хоть на 120 ставлю себе зубы. Мало я ему навалял, надо было еще больше, надо было всей бригадой его побить. 120 тысяч еще сейчас искать где-то. Прошу всех встать. Что делает друзей врагами? Деньги. Эти деньги заработала я, я пахала 5 лет на севере для того, чтобы иметь свою квартиру. Что разрушает семьи? Деньги. И тогда жена мне сказала, я тебе идиоту 170 тысяч не дам, решай сам. А я сроду ничего сам не решал. Что развязывает войны? Деньги. Ну-ка, разнимите их немедленно. Зал суда. Битва за деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова